Русская история и русский язык являются базой для формирования национальной идентичности, заявил Сергей Нарышкин во время проведения тотального диктанта 2021. Глава Российского исторического общества уже много лет подряд принимает участие в акции на площадке Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации. Россия всегда была и, я уверен, всегда будет одной из самых, если не самой читающей страной в мире. А русский язык настолько красив, настолько глубок и бакат по своим возможностям, что его изучать нужно на протяжении всей своей жизни. Текст диктанта в этом году написал Дмитрий Глуховский. Специально для акции этот небольшой рассказ был экранизирован. Сергей Нарышкин прочитал отрывок из него. Каждое предложение я буду читать три раза. Сначала читаю предложение целиком, чтобы вы могли послушать его до конца и понять его смысл. Летящий по парковым аллеям велосипед, поцелуи в облупленных подъездах, под скупое гитарное бренчание, институтские коридоры, свадьба. Нескоро промокнуть и тормошить. Именно эти слова по результатам диктанта вызвали больше всего сложности. Например, промокнуть писали промокнуть. Вместе с тем, текст Глуховского по заявлению организаторов был ориентирован в первую очередь на знание пунктуации. Родила Даню. Вот он, маленький. Родила Вику. Вот она в коляске. Родила Сашу. Следующее предложение. После завершения диктанта Сергей Нарышкин ответил на вопросы. В том числе объяснил, почему приходит диктовать именно вранхикс. У меня перед Академией есть свои обязательства. Я все-таки в течение многих лет возглавлял попечительский совет Академии. Часто встречался с преподавателями, со студентами. И испытывал от этого большое удовольствие. Ну и кроме того, моя дочь выпускница Академии народного хозяйства. Поэтому, повторяю, я считаю себя обязанным участвовать здесь, вот в этом замечательном и, на мой взгляд, просто великолепном просветительском проекте, который называется «Тотальный диктант», и который с каждым годом захватывает все и больше, и больше территории, пространства, в котором уже участвуют сотни тысяч людей во многих странах мира. В общей сложности в этом году «Тотальный диктант» прошел в 60 странах мира и охватил все шесть континентов. В Антарктиде в акции принимали участие полярники российских станций «Восток» и «Мирный». Служба информации, Фонда истории Отечества.